Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина и сегодня мы с вами будем смотреть вот такой вот наборчик от фирмы Bidary. Все-таки в уходящем уже 2018 году я хочу сделать хотя бы один набор из фирмы Bidary. Он был у меня в планах, я снимала видео в начале ноября, по-моему, что я планирую вышить к Новому году и вообще сделать к Новому году и он был в этом списке. Кстати, маленькое отступление темы. Мне кажется, что фактически все, что я перечисляла в том видео, я таки успела. Фактически все, что меня очень сильно радует. Но сейчас набор от фирмы Bidary. Где-то у него какой-нибудь артикул вообще имеется или нет. Видите, здесь на разных языках набор хобби. 8 вот таких вот спиралек получится. Артикул может быть вот это вот R88248 или вот это 7333. Да, может быть. На всех наборах разные все эти номера. Да, наверное, это 7333. Вот мы можем видеть, что должно получиться. Такие спиральки размером 16, вернее, длиной 16,5 см. У меня, кроме этого набора, есть еще два набора от фирмы Bidary. Вот такой вот. Это 74,48 такие снежинки. И вот такие, кстати, должно быть 6 штук. И вот такие потрясающие. Их тут 12 штук, но они разные. Видите, одни побольше 6,4 см и поменьше 5 см. Но пока что вот это, а тем более вот это, кажется мне просто чем-то уму непостижимым. Я видела, как Галя Давидюк делала вот эти вот снежинки. И мне аж дурно стало. Я их видела, я их держала в руках уже готовые. Ну, думаю, что решусь. Но, скорее всего, не в этом уже году. Я пока начну с чего-то попроще. Слава Богу, набор попроще. У меня тоже есть. С обратной стороны мы можем видеть, что нам понадобится. Понадобится нам всего лишь линейка, круглогубцы и кусачки для того, чтобы, очевидно, откручивать проволоку. А вот, например, для вот этого набора здесь нужен еще и горячий клей. Здесь же не надо. Просто линейка, круглогубцы и кусачки. Ну что, давайте с вами откроем набор, посмотрим, достаем из него вот эту вот уже такую весьма пожмаканную обложку, которая является и схемой, как это нужно делать, сколько кристалликов у нас должно быть, какого размера. Должно быть 8 вот таких вот колечек, на которые цепляется вот этот вот крайний кристаллик. Но они здесь, видите, не в пакетике, они вот разбросаны. А, вот, вот этого, очевидно, я не видела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Слушайте, их просто было видно только семь, я думаю, не досчиталось, но нет. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Какой интересный пакет. Что с ним? Ну, вроде как не открытый, просто такой немного надорванный. Так, хорошо, вот такие вот стеклянные бусины есть у нас в наборе. Достаточно симпатичные. Я так понимаю, что это все одного размера. Потом, чуть поменьше, тоже симпатичненькие. Сколько здесь должно быть интересных размеров? Вот эти бусины, ой, я вижу, еще более мелкие. Вот эти вот, наверное, одинаковые. А почему они в разных пакетиках? Вот, посмотрите, калибр. Ну, так вот, на глаз абсолютно одинаковый. Интересно. Тут что написано? А, вот должно быть четыре размера. Угу. Четыре, говорите. И вот еще одни большие. Так. Ну, хорошо, это самые большие, это вторые. Это видно. Как вам? Ну, вот видно, да? Вот, 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 вот что. Это побольше, чем вот это. Так. А, наверное, вот эти вот, да, вот эти вот покрупнее. А вот это две пачки маленьких. Да, маленьких должно быть 6 миллиметров. Значит, вот это вот у нас 12 миллиметров. Это 10. Это 8. Их должно быть 64 штуки. А вот это вот 6. Их должно быть 192. Вот, очевидно, 192. Вот это вот они и есть. Так, далее. Есть вот такие вот наконечники. Напомню, у нас должно быть 8 игрушек. И вот этих вот у нас 6, 7, 8. Ровно 8. Ни одной запасной нет, так что надо не терять. И, соответственно, если что-то будет бракованное, тоже будет печалька. Но будем надеяться, что это не наш случай, что у нас все будет хорошо. Да, вот оно просто колечком цепляется. Проволока. Вот она у нас. Такая золотистая. И вот в пакете остались колечки. Даже не буду оттуда доставать, чтобы не потерять сейчас еще. Это очень важная штука. 6, 7, 8, 9. 9 колечка, одно запасное. Что, в общем-то, разумно. Но бусин вот этих вот всех что-то мне подсказывает, что особо запасных нет. Потому что, опять же, делала уже Галя Давидюк такие наборы. И в этих наборах, во-первых, иногда бусины бывают. Вот просто по счету, по счету. Ни одной лишней. А бывает такое, что даже чего-то не докладывают. Вот, опять же, у Гали Давидюк с одним набором случилось такое, что там не доложили одного пакетика. Вообще не хватало. То есть, она уже думала-передумала в каких угодно комбинациях. Но вот его не хватает, и все. Одного пакета. И мне написало сразу две девушки. Когда я показывала вот этот вот набор, мне написало сразу две девушки. Марина, откройте свой набор, посмотрите, есть ли у вас вот эти вот, как их назвать, капельки. Потому что у них в наборах вот этих капелек просто не было. Я, конечно, вот почему у меня набор. Я его не распечатывала при вас. Я его не открывала, не смотрела. Я просто заглянула, увидела, что вот эти вот штучки есть в наличии. И все, и успокоилась. Потому что, конечно, я разнервничалась. Потому что что-то подобное, вот так просто с налета поворота найти в магазине, было бы не очень просто. И сейчас, я так понимаю, что, скорее всего, я не буду сильно вам светить схемы. Потому что слышала я на ютубе именно про эти наборы. Что прям фирма-производитель только покажет схему. Все, она тебя банит. Какие-то они там несколько агрессивные. Но, я так понимаю, здесь нужно в определенной последовательности нанизать эти бусины. Потом на проволоку обмотать вокруг карандаша. И таким образом придать форму этому всему. Ну, буду сейчас пробовать. Конечно, немножко страшновато, но я надеюсь, что я справлюсь. Так, я решила приступить к работе. И для того, чтобы мне было удобно попересыпать... У меня есть вот такая вот коробочка. Пересыпать сюда вот эти вот кристаллики. Чтобы удобно их было отсюда брать. Я, с вашего позволения, не буду пересчитывать те, где по 64 и тем более по 192. Но я пересчитала самые большие кристаллики. Их должно быть 56. Вот здесь в двух ячейках их лежит 56. И вот у меня осталось еще 4. То есть, получается, у нас их 60 вместо 56. То есть, есть запас из 4 штук, что само по себе очень классно. Уже отлично, что их не впритык. Сейчас повысыпаю все остальное. И вот с такого органайзера будет, мне кажется, работать удобнее. Так, я уже сделала одну полностью от начала до конца. Вот такая вот она длинненькая получилась. Но я поняла, что это не совсем рационально. Поэтому сейчас я сделала вот такую вот историю. Вот они. Вот видите, я разрезала оставшиеся 7 кусочков проволоки. Но там еще запас по 41 см надо. И вот что у меня на концах. Я уже везде прикрепила вот эти вот кристаллики. И теперь осталось просто нанизать в определенном порядке. И закрутить на конце, сделать вот тоже такую петельку. Потому что это более, это как-то дольше, когда ты сначала вот цепляешь этот кончик, потом все нанизываешь, закрепляешь сверху. А так, низы уже все готовы. Осталось только нанизать. И потом на каком-то предмете это все закрутить. В инструкции написано, что это все нужно обернуть вокруг. Брумстик. Это палка от метлы. У меня нет метлы. То есть это не карандаш. Карандаш это очень что-то тоненькое. Потому что вот посмотрите, здесь же надо, чтобы оно было такое широкое. Но это явно не карандаш. Палка от метлы. Ну, у меня нет метлы. Ну, буду искать что-то такого, вот диаметра дома. Но я даже не уверена, что у меня что-то есть. Какой-то, а-а-а. Слушайте, может какая-то труба. Короче говоря, надо будет что-то искать. И каким образом я еще себе решила упростить работу. Уже со второй сосульки я делала вот таким вот образом. Назовем это сосулькой. Я делала вот таким вот образом. Я просто выкладываю вот это у меня, типа, первый ряд. Потом разворачиваемся. И второй ряд. То есть это продолжение. Вот здесь вот продолжение предыдущего. Я себе все выкладываю в нужные последовательности. И потом просто нанизываю. Это гораздо быстрее. Так что я вот сейчас уже буду делать последнюю. И потом надо закручивать. Мне Галя Давидюк подсказала. Говорит, возьми швабру. Зачем тебе метла? Возьми швабру. Это гениально. Так что попробую. У меня пластиковая, правда, швабра. Но должно подойти. И вот что у меня в итоге получилось. Это 8 вот таких вот спиралек. Смотрите, какие симпатичные. Мне очень понравился результат. И понравился процесс. В закручивании там есть определенная хитрость. Когда закручиваете, я сначала, знаете, вот так вот прям кольцо за кольцом, кольцо за кольцом плотно снимала его. А потом как гармошку пыталась растянуть. Но оно так выглядит не сильно красиво. Оно, как мне кажется, более красиво выглядит, когда небольшое расстояние между вот этими вот витками. Поэтому некоторые пришлось переделать. Переделать их возможно. То есть тянете за два конца. Оно снова превращается просто в палочку. И заново наматываете, накручиваете. Это как бы с одной стороны плюс. Что если вы что-то не так закрутили, вам не понравилось, вы можете переделать. А с другой стороны это минус. Потому что я сейчас думаю, как хранить вот эти вот вещи. Мне кажется, что они очень легко. То есть если я ее сейчас сожму, она оскомкается. То есть как ей дожить вот в таком вот состоянии до следующего Нового года. А если доживет, то вдруг помнется. Можно ли ее снова будет распрямить и закрутить. И сколько раз это можно делать. Потому что проволока все-таки она тоже не вечная. Она может, если несколько раз ее согнуть туда-сюда, лопнуть. Как бы это понятно. Поэтому не знаю, насколько это долговечные игрушки. Но будем надеться. Видите, вот эта вот чуть более длинная. Я бы ее даже как-то сплюснула немножко. Вот видите, я нажала. Все, она уже приняла другую форму. Вот такая вот красота у меня получилась. Сейчас я вот сюда вот в эту петельку привяжу мононитку. И будем с вами эти игрушки вешать на елочку. Вырежите. Что у нас из остатков? Вот остатки. Это 12, 10, видите, сколько еще? 8 миллиметров и 6 миллиметров. В принципе, если бы была хотя бы еще одна запасная вот такая вот красивая штучка, можно было бы еще одну сделать. Потому что проволоки тоже кусочек остался. Сейчас я найду, куда я ее делаю. Вот проволоки тоже кусочек остался. Здесь меньше, чем 40 сантиметров. Но остался. Так что не впритык. Можно прям сильно не волноваться. И чем я орудовала? В общем-то, вот эти вот кружочки. Этот вот в начале и вот этот вот в конце проволоки. Ай, секунду. Вот этот, на котором висит, собственно, колечко. Я сгибала вот таким вот инструментом. В принципе, я всегда думала, что это круглогубцы. Но не такие уже это и круглогубцы. Круглогубцы выглядят немножко по-другому. Здесь все-таки есть ребро. И не совсем было удобно. Надо себе прям настоящие круглогубцы приобрести. А чем я откусывала проволоку? Сейчас очень быстро это покажу. Это вот такие вот плоскогубцы. Страшные. Лет 50, наверное. Но это единственное, что у меня было дома, способное откусить проволоку. Поэтому вот использовала. И сейчас, как я уже сказала, привяжу по кусочку мононитки. Прозрачные. И повешу на елочку. Так что зря я так заранее сняла план, не планные итоги и года. Вот у меня в итогах года еще одна, ну не вышитая, но сделанная работа от фирмы Бидери. И могу сказать, что, знаете, глаза боятся, руки делают. Это действительно было так страшновато. А в итоге нормально. Ну, сама по себе техника несложная. А вот с теми другими наборами надо, может, открыть, посмотреть. Хотя бы. Заглянуть. Ничего же страшного не произойдет, если я загляну. Ну что, давайте вешать игрушечки на елку. И вот как выглядят эти игрушки на елке. Конечно, сейчас мерцает все вокруг. Я поняла, что не так много у меня осталось на елке и места. Кстати, что еще удобно, я догадалась, что можно делать просто вот так вот, как бы их сжимать. И видите, они немножко принимают другую форму. То есть, можно их лепить. Это вот эти вот бидери, которые мне дарила Галя Довидюк. Вот как они выглядят. Вот тоже моя свежесделанная игрушечка. И вот тоже еще одна. В общем и целом могу сказать, что я довольна. Замечательный набор. За один день у тебя 8 игрушек новых появляется. Классный. Но для них, конечно, надо находить место. Вешать их вот так вот как-то внизу. Видите, вот как здесь. Для того, чтобы они свободно свисали. Я боялась, что они будут под своим весом растягиваться. Но вроде как нет. Посмотрим потом. Но вот когда вот так вот они висят, они среди веток, это, мне кажется, лучше всего выглядит. Так что на этом у меня все. Спасибо огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!